На библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему у православных священников и монахов длинные волосы? Это не современно. Но прежде чем обратиться к тексту Священного Писания, нужно все-таки сказать, что как-то не очень следите за модой. Сейчас много хипстеров с длинными волосами и много разных мужских модных причесок, тоже длинноволосых. Более того, даже в семинариях зачастую не разрешают отпускать воспитанникам, студентам длинные волосы, чтобы их не путали с представителями просто каких-то модных молодежных движений. Поэтому все новое – это хорошо забытое старое. Если мы просто посмотрим историю моды, посмотрим какие-то изображения на вазах, на каких-то картинах, статуях, то мы увидим, как из поколения в поколение менялись. Кто-то в одном веке длинные волосы носили, спустя два века в основном короткие и так далее. Это вопрос абсолютно вторичный. То, что священники носят длинные волосы православные, это отнюдь не так. Не все. Вот видите, у меня волосы, ну, конечно, я уже достаточно давно стригся и поэтому зарос, но по сравнению со многими батюшками весьма-весьма короткие. Да и борода, может, у меня не такая уж и длинная. А бывают священники еще более коротко постриженные, наоборот, даже более аккуратно выдержат. Понятное дело, если мы можем увидеть здесь некоторую традицию, традицию, которая восходит в времена еще Ветхого Завета. Да, вот читаем в книге чисел, во все дни обета Назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарии Господу Святым. Должен растить волосы на голове своей. Понятное дело, что оращение волос не было самоцелью, что бритва не касалась головы Назарея как нечто символическое. Так же, как мы носим крест на себе, так же, как мы накладываем на себя крестное знамение, это лишь символ, за которым может что-то стоять, а, увы, может быть пустота. Поэтому и здесь это некоторый символ посвящения себя Богу. Почему в дореволюционной России священники, уже в отличие от современных времен, чаще всего носили длинные волосы, чтобы как раз немножко выделиться. Выделиться среди людей, чтобы люди видели, да, перед ними именно священник. И, кроме того, у нас была разная ситуация. В античную эпоху, и если мы посмотрим на западное христианство, то и куда дольше продержалось, и в средние века была, была традиция наоборот. Волосы стричь коротко и выбривать посередине гуменцо. То есть тоже смысл был точно такой же. Посвящает человек себя Богу и показывает, что он не такой, как окружающие люди. Не потому, что он гордится, что, ой, я такой молодец, а потому, что показывает. Нет, прежде всего он показывает себе, напоминает, что я должен нести, как апостол Павел говорит в своем послании, что ты должен быть, раз ты епископ, раз ты священник, образ верным, словом, делом, житьем. И поэтому священник, когда он может затеряться немножко в толпе, он чуть-чуть расслабляется. Когда он понимает, что люди на него как на священника смотрят и понимают, что он священник, то он вспоминает слова эти апостола Павла и старается чуть-чуть своих грехей и страсти, которые у любого священника тоже есть, и еще, может, даже запасом есть, их превозмочь. Поэтому это некоторое лишь маленькое, можно сказать, модное напоминание каждому священнику о словах священного писания.